Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190, задавать свои вопросы. А еще у нас есть онлайн-голосование. На своих экранах вы увидите вопрос. Вопрос звучит так. Верите ли вы в возможности современной криминалистики? Ответов всего два. Это «Да» и «Нет». Кто перевесит? В конце программы подведем итоги. А теперь представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Да, забыла представиться. Меня зовут Ирина Чекунова. А в гостях у меня сотрудники отдела криминалистики регионального следственного комитета. Итак, Илья Владимирович Зеленин, старший следователь криминалиста отдела. Илья, добрый день. Добрый день. Алексей Валерьевич Олениченко, специалист отдела Добрый день, Алексей. Здравствуйте. Добрый день. Эрнест Вагинакович Мерзаян, старший следователь, криминалист. Эрнест, добрый день. Добрый день. И Анастасия Викторовна Роготнева, инспектор, специалист, психолог. Анастасия, здравствуйте. Повод у нас праздничный. Всех вас с праздником. Именно 19 октября криминалистическая служба Следственного комитета Российской Федерации отмечает свой профессиональный праздник. День образования службы. Сегодня вам 67. Да, 67 лет. Да, так незаметно такая дата. Но до Круглой скоро совсем будет 70. Вроде бы служба молодая, относительно молодая, потому что мы некоторым службам уже 100, 200, 300 лет. Вы молодые, потому что требуется развитие техники. Почему? Вот именно откуда это все идет? Вот у нас сегодня пятый участник, вернее, шестой участник Круглого стола. Это ваш тревожный чемоданчик, напичканный современным оборудованием, да? Не совсем тревожный. Это один из элементов кремтехники. То есть он не называется тревожным? У вас нет понятия тревожного чемоданчика? Это криминалистический чемоданчик, в котором находятся все необходимые принадлежности для того, чтобы фиксировать и изымать с места происшествия объекты, следы. А это часть криминалистической техники, с помощью которой мы обнаруживаем изымать. А криминалистический чемоданчик, он наполнен одним и тем же или есть разновидности криминалистических чемоданчиков? То есть вы куда выезжаете, вы уже знаете приблизительно, что там произошло. Нет, этот чемоданчик не пригодится, пригодится вот этот, который справа. Ну, как правило, они одинаковые, накопление у них одинаковое. А в зависимости от того, бывают вообще криминалистические чемоданы, которые рассчитаны не только на определенный вид преступления, какого-то там убийства, изнасилования и так далее. А вот специфически там для изъятия биологических объектов, грубо говоря, для изъятия следов рук, там свой отдельный чемодан. То есть такие модификации чемодана существуют. Есть чемодан криминалистический, где собрано всего понемногу, чтобы можно было изъять как бы различные следы. А вот 67 лет назад чемоданчик, я так понимаю, с годами увеличивается в размерах. Там был что-то, там был более примитивный набор, да, криминалистов? Ну и сейчас остаются некоторые вещи еще с того времени. Это, например, что? Измерительная линейка, там, лупа, это все равно остается. Лупа, то есть даже как и линейка, это все необходимо, да? Это все необходимо, это так и находится в клинических чемоданах до сих пор. То есть все равно измерять то же самое расстояние и увеличивать, это уже с помощью современного телефона, это никак не получится? Нет, получится. Но не в таком качестве, как вам нужно, да? Иногда так, да. Как, давайте, может быть, мы покажем и расскажем что-нибудь из этого содержимого, что наши телезрители не видели еще, а радиослушателям объясним, что вы показываете. Так, в руках у нас у Ильи такая большая штука, мне почему-то она написана очень большой фонарь. Ну, в чем-то похоже. Это источник света, он позволяет выявлять нам на местах происшествия следы биологического происхождения. Вот, ну, кровь в основном, иные следы. Вот, здесь у него, значит, он очень удобен в пользование. Вот, у него встроенная батарея, она легко заменяется, на месте происшествия очень удобно. Встроенная ксеноновая лампа, вот, позволяет рассеивать очень мощный свет, с помощью которого и происходит вот выявление этих самых следов. То есть, эти следы выявляются не обязательно ночью, там, или в сумерки? Это все можно и при свете дня, да? Вот, все показывает этот пример. Ну, как правило, здесь вот несколько спектров света настраивается. На время суток, да? На освещенность? Не совсем, не совсем на время суток, вот, ну, просто как бы спектр света длинновом, вот, мощнее, короче, вот, поэтому... Давайте поднимем его вот так вот, чтобы наши телезрители видели, вот, вот, вот такое вот устройство, вот, смотрите. Это, это, это современная уже техника, недавно она в вашем вооружении? Современная техника, да, ну, относительно не так давно на вооружении стоит. А раньше, вот, как определили без нее? Я знаю, что во многих фильмах, ну, и, как составляется протокол, следы, а вещество, похожее, похожее на кровь, да? То есть, мы изначально не можем говорить, да, как в случае с теми же наркотиками. Предположительно наркотическое средство или похожее, да, на что? Мы выявляем, мы видим, что это какой-то след, вот, с помощью этого света мы можем сказать, какого он происхождения, биологического, либо нет. Вот, если он биологического, значит, он нам интересен. Значит, мы фиксируем все, как положено, по криминалистическим правилам, по методике, вот, и производим изъятие этого следа. То есть, вы уже на месте можете, в ту же, вот, как вы начали исследовать, вам уже сразу становится ясно, да, это след биологический. Да, это биологический. То есть, вам не нужно ждать, там, вот, результат экспертизы, давайте три денька подождем, а потом... Органическое происхождение, биологическое, да. Более точно след биологического происхождения или нет, конкретно крови или нет, у нас существуют тест-полоски гемофан, так называемые, которые у нас применяются тоже часто на осмотрах мест происшествия и которые, да, дают реакцию на гемоглогевин. И, соответственно, мы вот только таким образом можем установить, что это, да, это принадлежит, это принадлежность следа крови именно, а не просто там какой-то краской или красное непонятное вещество. То есть, у нас этот прибор, он ориентирует на то, что, да, это предположительно след крови. И, соответственно, мы контрольно делаем мазок с этого следа, тест-полоска, и смотрим реакцию. И, соответственно, уже тогда мы можем быть уверены, что это, да, кровь. И, соответственно, мы уже изымаем для назначения последующей экспертиз. Давайте мы еще раз напомним нашим уважаемым телезрителям и радиослушателям, в каких случаях криминалисты выезжают на место преступления. Или вы выезжаете всегда? Если где-то что произошло, вы на месте? Нет, не всегда выезжаем. Как правило, мы выезжаем на тяжкие, особо тяжкие преступления против личности и против половой неприкосновенности, ну, в том числе несовершеннолетних. Вот это основной, значит, перечень, на которую мы выезжаем. Наш вопрос сегодня телезрителям не случайен, потому что некоторые говорят, ну, вот, каким это образом можно установить, что именно этот человек совершил преступление, когда, допустим, прошло уже 10-15 лет. Никаких следов не осталось. О чем тут говорить? Все притянуто за уши. Что мы можем ответить жителям региона на этот вопрос? Ну, как пример, можно привести преступление прошлых лет. Вот мы его раскрыли. Оно оставалось нераскрытым на протяжении 18 лет. Вот это было изнасилование, сопряженное с убийством. Это Бежицк? Да. Бежицк. Да, мы выезжали на место, на арест. На арест. Ага. Уже человек был осужден за другое, по-моему, преступление? Да, он осужден, находился, значит, отбывал наказание за совершение другого преступления. Вот мы подняли вещественные доказательства в рамках нашего уголовного дела, направили его в Главное управление криминалистики, вещественные доказательства. Ну, это одежда потерпевшей. В ходе проведения молекулярно-генетической экспертизы было установлено, что на ней выявлены биологические следы. Так как у нас существует единая федеральная база, где все следы генетические автоматически попадают в эту базу, и они становятся на учет. Вот этот человек, который обывал наказанием, у него уже в этой базе находился генетический. Соответственно, мы провели свою экспертизу молекулярно-генетическую, и получилось совпадение. 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 Давайте мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Уважаемые друзья, не переключайтесь. Напоминаю, телефон прямого эфира 300-190. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня говорим о возможности криминалистической техники и возможности и готовности специалистов отдела криминалистики регионального следственного комитета раскрывать сложные уголовные дела, преступления, которые иной раз считаются нераскрытыми несколько десятков лет даже. Вот сейчас вспомнили преступление, которое было совершено в Бежицке, и у нас Илья Владимирович рассказал о том, что совпали генетические следы. Скажем, это все против этого, что называется, не попрешь. Это является доказательством в суде, и уже человек согласился, вернее, сознался в суде после этого? Или это уже как человек может упираться до последнего? Можно добавить, да. Да, конечно. Потом после человек согласился, мы провели ему психофизиологические исследования на полиграфе, которое тоже подтвердило его информированность о деталях этого происшествия, этого преступления, которых известно только причастному лицу, скажем так. Вот, поэтому... Вот, коли-коле затронули полиграф. А как часто прибегаете вы к помощи полиграфа, и надо ли заставлять человека? Он упирается ногами, руками, говорит, а я не согласен проходить полиграф. Бывает такое? Ну, частота зависит от инициатора, то есть следователя. Вот, но это добровольное мероприятие, то есть мы не можем заставить человека насильно отвечать на те или иные вопросы, так как это главный принцип вообще психофизиологической исследовательной полиграфии. Человек добровольно отвечает на вопросы, которые ему ставятся на этом исследовании. А как понятно, там почему становится ясно, что человек лжет? Это какая-то там схема идет, да? Как вы понимаете, что человек говорит неправду? Это тоже все техника чудеса? Ну, в том числе, но, так сказать, техника в этом плане, по моему мнению, где-то процентов 30, в основном это психологическая какая-то работа исследования, не знаю, она называется психофизиологическое исследование. Прежде чем надевать датчики, которые регистрируют психофизиологические параметры, психофизиологические параметры, да, мы проводим предтестовую беседу. То есть выясняем мнение человека о исследуемом событии, его с точкой зрения. Она может уже отличаться к моменту проведения исследования от того, что он говорил, например, следователю до этого. То есть я именно проверяю то, что он мне рассказывает на полиграфе. Она есть в предтестах беседе, то, что он мне рассказывает. Вот. И тем самым есть методики специальные, которые апробированы, то есть прошли научную апробацию у нас в середине нулевых годов. Мы работаем по видовой экспертной методике, которая была апробирована в Республике Татарстан. Все эти методы давно уже полиграф вообще в мире используется, уже около 100 лет. И все это началось еще в США, в Чикаго. А у нас в России когда он пришел в нашу страну? Это началось с 30-й лаборатории КГБ в начале 80-х. Первые исследования начали проводить. Затем с развалом Советского Союза лаборатория, ее сотрудники разошлись по разным ведомствам в России. Часть в коммуниципалительную систему, часть в МВД. В основном, конечно, в МВД все это происходило. В следственном комитете начали проводить такие исследования с 2009 года. Ну, сравнительно недавно. Появилась инструкция, да. Наша, номер 64, 9 декабря 2010 года. А специалистов обучали уже в 2009 году, назначали на должности и вот начали все это проводить. Кстати, бытует мнение, что некоторые у нас в интернете, ты чего только не узнаешь, да? Что очень даже просто можно этот полиграф обмануть. Что можете ответить, как специалисты? Ну, всякие приемы используют, обследуемые, всевозможные, кнопку в ботинок вставляют, язык прикусывать во время ответа на вопросы, какой-то счет вести в голове, крестики-нолики играть. Но все это немножко отличается от тех событий, которые мы опрашиваем, потому что, чтобы ты не делал, какие приемы бы не использовал физиологически, нельзя абстрагироваться, например, от того момента, если ты, например, причастен к преступному деянию, к удару ножом или к производству выстрела. Это все равно как-то организм будет реагировать на это, да? Да, лучше всего полиграф работает именно, когда есть вот такой вот эмоциональный фон, серьезное действие. То есть мы работаем с памятью человека, а память — это эмоциональный след, а следы оставляют действие. Поэтому и вопросы формулируются таким способом о простоте действия. Вы ударили ножом, вы произвели выстрел. То есть вопрос простый? Да. А тут нажимая на кнопку, прикусывая язык, если ты это совершил... Ну, если прикусил человек язык, он вообще ничего сказать не может. Надо надеяться на то, что я сказать не могу, поэтому я вообще чист. Вот. Понятно. А вот, Эрнест, что вот... Что помогло вам раскрыть преступление киморское, да, преступление прошлых лет тоже? Прибегали ли к полиграфу или это опять же такие генетика выстрелила? Напомните, что тогда произошло и когда это было? Они к полиграфу, по-моему, не прибегали по этому делу. У нас было... Там добровольно же, может быть. Да, там... То есть вы предлагаете всем, да, или как? Или согласен человек или не согласен? Ну да, да, обязательно. Перед записью обязательно. Там работа просто предшествовала раскрытию преступления, определенное по установлению лица совершившего преступления. А что было? Что там случилось? Ну, это был, как выяснилось уже после установления лица подозреваемого, был бытовой конфликт между отцом и сыном, в ходе которого сын совершил убийство отца. То есть удушил его и впоследствии закопал в подполе дома. О, я вспоминаю, да, вы патрульно-служа вроде бы рассказывали об этом преступлении. И долгие годы труп лежал там. Ну, не годы, а в течение нескольких месяцев там его удалось установить, поскольку были проведены определенные следственные действия после возбуждения уголовного дела. Установлено было, что кроме как сына, ну, больше нет подозреваемых, кто бы мог совершить убийство этого человека. Вот. Установили по похищенной подозреваемой карте отца последнее место снятия денежных средств. То есть он находился в Московской области. Вычислили его в Московской области по телефону, по этой карте. Соответственно, в определенный день его задержали и проводили с ним следственные действия. Но до того, как его задержали, как бы нам надо было как-то, вернее, уже после задержания, закрепиться, установить его причастность. Он много информации не давал. Нужно было установить труп, который мы не могли найти. То есть не было, не было тела. У нас было обезвестное исчезновение общесообщения, обезвестное исчезновение человека. Но если он же не сознавался, да, поэтому вы и не знали, он не мог же сказать, где лежит тело. Ну да, это потом было установлено, при каких обстоятельствах, каким он образом совершил. Но первоначально проводились следственные действия на установление как подозреваемого, так и потерпевшего, труп которого. Мы не знали вообще, убит он или не убит. И, соответственно, если убит, то где труп? Если не убит, то куда мог деться? То есть проводились масштабные оперативно-розыскные мероприятия, и поисковые, и следственные действия. Вот мы выезжали на осмотр, вот один из дней выехали на осмотр дома, вот этого, где проживали отец и сыном. Выехали со следователем, сотрудники отдела нашего, я лично выезжал. Взяли с собой криминалистическую технику соответствующую, это вот источник криминалистического света. Вот о чем, да, герой наш. Ну, немножко другой, не герой, у нас еще один герой есть, Микс 450 называется. Это который, вот, который мы работали им, я с вами... Это который фонарь, как фонарь. Как фонарь, а есть еще у вас такая вот штука, которая вот, когда черных риэлторов, ты помните, на кладбище выезжали, вот он показывает в земле, где тело лежит, полости показывает. Я еще тогда вообще очень удивлена была. Взяли источник кримсвета, георадар взяли, соответственно, чтобы нам, где подозрения есть, проверить, там, грунт, там, пол и так далее. Вот, соответственно, посмотрели, поискали, ну, бросилось в глаза следы, похожее на биологическое происхождение на полу, там, в одном углу комнаты. Соответственно, стали думать, применили георадар, который у нас обнаруживает повреждение грунта на определенной глубине. А глубина-то какая? То есть все считают, что это чем глубже? Вот у нас показала в итоге реакцию на том месте, где были следы, как выяснилось, потом крови это потерпевшего, там была кровь потерпевшего. Потерпевшего. Под пол разобрали, соответственно, под полом еще под землей был раскопан труп вот этого вот потерпевшего. А ведь, слушайте, а казалось бы, да, сколько бы он пролежал, никто бы не нашел никогда. Ну да, да. А ведь раскрыли и нашли. Это, знаете, когда вот, я перебью вас, когда мы выезжали в химинституте, там, помните, был спрятан труп женщины, по-моему. Но мы ее долго тоже искали. И в школе, в заброшенном здании старой школы, под полом тоже, в подвале, каким-то образом вот, а так бы пролежал, казалось, человеку, который убивал, что никогда не найдут. Да находят. Все оставляет следы, да? Конечно, конечно. Тайность, но это явно. Ну, надо же, мы хотя вот уже не первый раз встречаемся в этой студии, да, и все время говорим об этом, подумайте, пожалуйста, прежде чем совершать, что каждое преступление оставляет след. И криминалистика же не стоит на месте, да? Нет, конечно. Вы постоянно овладеваете какими-то новыми методиками? Ну, естественно, они совершенствуются, появляется что-то новое, какие-то тактические приемы, методика расследования преступления. Вот, соответственно, и наше главное управление криминалистики тоже периодически нас обучает, повышает наш уровень квалификации, как говорится, потому что надо идти в ногу со временем, совершенствоваться и обучать новые тактики, приемы расследования преступлений и методики расследования преступлений. Соответственно, они помогают в дальнейшем в раскрытии преступлений, в установлении лиц совершивших. Ведь не зря же говорят, что не каждый следователь может стать следователем-криминалистом, да? Что это своеобразная, одна из высших ступеней, да, вашей карьеры, да? Чтобы криминалистом быть, надо овладеть все предыдущие профессии, вернее, профессии, досконально изучить ту же профессию следователя, да? Чтобы знать, где и как. Ну да, без этого, естественно, сложно будет, нужно определенный опыт работы приобрести, расследовать различные категории дел, знать уже, каким образом необходимо установить лицо совершившее преступление, закрепить те или иные доказательства, добыть доказательства и закрепить это в уголовном деле, доказать вину лица совершившего преступления. Вот у нас Анастасия Викторовна единственная среди нас представительница прекрасной половины человечества. У вас много женщин в отделе? Нет, у нас трое, да, у нас трое. Да? Это вообще, вообще, это специальность какая? Профессия мужская, больше женская? Ну, по-самому себе, да, с чем вы имеете дело, это уже не для женской психики, кажется, да? Ну, я не следователь криминалистом, я немножко занимаюсь другими. Ну, вы психолог, скажем так, но вы же работаете в отделе криминалистики, да? Да. Это же ведь тоже налагает ответственность, да? Нужно определенную моральную подготовку. Моральная подготовка, ну, это опять же-таки говорит о том, что нужно сначала пройти, вот, кто работает в криминализе, профессию следователя, и на земле отработать очень много лет, да, чтобы понять и не пугаться, и знать, что к чему, да? Да. Женщины, навряд ли, кто еще работает в отделе криминалистики, падут в обморок, да, при виде тех же самых биологических следов. Анастасия, скажите, пожалуйста, роль психолога, и какие задачи решает психолог, когда вас привлекают в расследовании уголовных дел? Я специализируюсь вообще в работе с несовершеннолетними. Если рассматривать глобально, то психолога привлекают для двух основных целей. Это для того, чтобы защитить, да, там, права ребенка, да, его психическое здоровье и восстановить обстоятельства произошедших событий, более точную и адекватную информацию от них получить. Но если мы будем конкретизировать, да, там, более мелкие такие подзадачки, то психолог в своей работе помогает следователю устанавливать психологический контакт с ребенком, подготавливает ребенка к следственным действиям, то есть он ему объясняет, что от ребенка вообще требуется, что сейчас будет происходить, оценивает психологическое состояние детей на данный момент, да, то есть на момент какого-то следственного действия и при необходимости оказывает экстренную психологическую помощь. Консультирует родителей по разным вопросам. В моей практике они спрашивали вообще в целом про детско-родительские отношения, но большинство, конечно, вопросов все-таки связаны с тем, как вести родителям себя в той или иной сложившейся ситуации. А вообще с ребенком работать сложно, вот с детьми, вот которые поступают вот к вам, да, для беседы, тяжело вот с этой категорией людей общаться? Достаточно сложно в плане того, что дети у нас разные, возраст у нас охватывает от 3 до 18 лет. И малыши совсем бывают, да, с кем приходится работать? Да, самый маленький у нас был ребенок, ему было 3 годика. Ого-го, и что ты все равно смог сказать, и все равно какую-то информацию сумели от этого малыша получить? Да, конечно. Мы провели с ним беседу, психо-диагностическое обследование, взяли с него показания и возбудили уголовное дело. А что касается полиграфа того же самого, применяется к детям полиграф или нет? Нет, не применяется. Если родители скажут, что может, или нет, или это же особенность психики детской, такое запрещено? Возможно его применение с разрешения, конечно же, законного представителя в возрасте от 14 до 18. Вот в 14, когда уже взрослый, подростковый возраст, потому что подростки тоже разные бывают, да? Да, и то... Иной может такое рассказать и выдумать, да, наверняка? А младше нет, не запрещено. Ага, ага, понятно. А как вы можете определить, Анастасия, что ребенок не то, что замкнулся, а то, что ребенок говорит вам неправду? Или он каким-то образом не хочет идти на контакт? Бывает такое, что вы не сумели найти общего языка с ребенком? На моей практике такого пока еще не было. То есть все дети достаточно контактные. Если с ними проработать первоначально, да, до следственных действий, то дети, как правило, идут на контакт и все рассказывают. По поводу того, правду, да, или неправду они говорят. Как такового однозначного заключения мы дать не можем, но, тем не менее, мы можем отследить какие-то определенные психологические, да, там, признаки в поведении, в речи, в мимике, в пантомимике, которые будут свидетельствовать о том, что врет нам ребенок или нет. А, то есть без полиграфов вам это становится понятным. Ну, тут еще какой момент, полиграф 14-18 можно, но после заключения психолого-психотической экспертизы, которая скажет, что человек, ой, то, что ребенок не обладает повышенным фантазированием, внушаемостью и так далее. А, то есть это тоже все возможно, то есть может быть он и не виноват, но он себе напридумывал. Конечно, конечно. И полиграф покажет, что он виновен, да, может такой, что он врет или, там же он не может сказать, там, графа фантазирует. Маленький человек еще, как бы, маленький, он учится в игре, всему это дело, он может фантазировать, для него какие-то вещи могут быть реальными. А мы будем проверять его и думать, что он говорит правду, а на самом деле этого не было. Так, например, в возрасте от 5 до 13 лет дети могут настолько себя убедить, что это действительно происходило, что будут показывать все признаки того, что ребенок говорит правду. То есть ребенок сам может не в состоянии отличить то, что он придумал, а то, что было на самом деле. Это такая психика. Это даже такой момент защиты, может быть, у ребенка еще. А может быть. В травматической ситуации именно, да. Вы думаете, что был он там, с тем-то дядей, с тем-то тетей, с мамой, и ничего этого не было. Например, вот так может быть даже. А ведь ребенок не находится в кабинете, как взрослый, да? Да, сразу вот почему-то стереотип вырабатывается. Вот его в наручниках приводят, вот он сидит на стуле, и смотреть в глаза, и говорить правду. Как это происходит? Нет, у нас в отделе есть специально оборудованный кабинет, который полностью оборудован так, чтобы ребенку там было комфортно. У нас там есть игрушки, карандашики, пластилин. То есть мы работаем там. В частности, там проводятся в основном психологические исследования, некоторые следственные действия, допросы, опросы и опознания. Наш кабинет оборудован зеркалом Гизела. Это что такое? Это такое зеркало, которое с одной стороны имеет зеркальную поверхность, а с другой стороны стекло. То есть вы со стороны можно наблюдать за тем, как ведет себя ребенок? Да. Это то, что мы часто видим в сериалах тех же самых, Коль возвращаются все, да? Когда, чтобы человек не видел, что за ним наблюдают, да, и следить, как проходит допрос, да? Это только... Этот кабинет для детей оборудован таким зеркалом? Или у нас еще есть такие зеркала в Следственном комитете? Нет, только наш кабинет этим оборудован. Только такой. Для чего это надо? В нашем кабинете проводят опознание для того, чтобы мы не травмировали ребенка повторно, да? То есть иногда дети боятся указывать на того, кто совершал преступление против них. То есть мы в одно помещение заводим предполагаемого преступника, да? А в другое помещение, там, где его не будет видеть предполагаемый преступник, мы заводим нашего несовершеннолетнего потерпевшего. И он в спокойной обстановке может спокойно опознавать его. Какая-то помощь требуется? Бывает, что требуется... Ну, не выдержала психика ребенка, когда он увидел своего обидчика. И есть для этого какая-то экстренная помощь у вас в стенах отдела? Да, конечно. Это называется экстренная интервенция. Мы занимаемся этим. Если вдруг что-то случается, то, естественно, действие прорывается, да, на какое-то определенное время. И в другое помещение нашего кабинета мы уже уходим с ребенком вдвоем и непосредственно там работаем. Вы работаете в присутствии родителей или не всегда важно и полезно это присутствие? Не всегда это полезно. Иногда следователь сам отстраняет родителей. Иногда родители не готовы сами слушать все, что происходит в кабинете. Да, они пишут письменный отказ о том, что они не хотят участвовать в следственном действии. Это когда ребенок пострадавший или когда он совершает преступление, когда они отказываются это слушать? Когда ребенок пострадавший. Пострадавший. Это уже психика родителей не выдерживает? Да, это психика родителей, да. В некоторых случаях мы целенаправленно просим выйти родителей, потому что некоторые родители имеют влияние на детей, соответственно, дети ориентируются на их мнение, искажают информацию. И в таких случаях мы просим родителей покинуть в помещение. А вы какие советы сейчас можете дать относительно того, что нас слушают много наверняка родителей, что делать, как уберечь своего ребенка, чтобы он не стал жертвой того же самого насилия, в том числе и сексуального? Ну, для начала вообще с ребенком нужно научиться разговаривать и его слушать, создавая, так сказать, доверительные с ним отношения, чтобы в случае чего ребенок мог вам напрямую об этом рассказать. Необходимо ребенка обучить элементарным правилам поведения в ситуациях, когда он остается один. Существует даже такое правило, которое называется правило «пяти нет». То есть мы ребенка обучаем тому, что он не спускает никого в квартиру, никуда ни с кем посторонним, не уходит, не садится в машину к посторонним людям, не заходит в лифт и в подъезд, когда есть посторонние люди, не задерживается на улице, особенно в темное время суток. Существует такая практика, что еще часть преступлений, они происходят непосредственно в семье. И ребенок нечасто может об этом сказать? Да, тут еще два аспекта. Ребенок психически это не может сказать, да, то есть ему трудно. А в последнее время растет тенденция к тому, что дети не говорят из-за того, что в силу свободства они не понимают. Родители мне сказали о том, как должны общаться между собой дети и родители. Он, ребенок считает, что это норма? Да. У нас даже были такие случаи, когда мы разговаривали с ребенком. Ребенок говорит, а папа сказал, что так везде, так у всех, так надо делать. Поэтому необходимо делать акцент на половом воспитании несовершеннолетних. И здесь это важно сделать именно родителям? Именно родителям, да. Некаким специалистам, нет? Нет, это именно родителям. Начать элементарно с того, что объединяйтесь мальчики и девочки, есть те места, те части тела, которые не должны трогать другие люди. Хотя бы элементарно с этого. Мы всегда, да, уважаемые друзья, делаем акцент, когда говорим о раскрытии того или иного преступления, акцент на неприкосновенность, на том, что состоянием жизни и здоровья несовершеннолетнего в средственном коммунистике уделяется особое внимание, да. А как работаете, в том числе, ведь вы, знаю, что много времени уделяете поиску без вести пропавших. И без вести пропавших именно подростков, детей и подростков, да. Здесь какая роль криминалиста? Здесь, ну, если говорить о цифрах, то у нас вот за 9 месяцев 266 сообщений зарегистрировано. Это именно несовершеннолетний, без вести пропавший. Я уже не говорил. Ну, это много, да, друзья, по области? Ну, это меньше, чем в прошлом году. Меньше? Это когда дети еще находились вот на самоизоляции, да, когда вот они могли не ходить в школу, типа сидит дома, родители где-то не могут контролировать, да? Ну, это вот обычно еще вот переходный период с лета на осень. Вот учебный год начинается. То есть летом все отдыхают, привыкли к лету, каникулам. Тут начинается учеба, они не возвращаются домой, то есть идут гулять, идут с друзьями, находятся, то есть не желают возвращаться, находиться, время проводить с друзьями. Поэтому еще такой всплеск тоже бывает. Вот сейчас вот на третий квартал вышел. Вот, а так очень большое внимание уделяется вот именно бизнесе пропавшим, несовершеннолетним. У нас они все находятся на особом контроле. Все у нас сообщения, которые поступают, мы заносим в электронную базу, так скажем, учет несовершеннолетних, которые у нас уходят. Есть такие, которые у нас постоянно уходят, то есть это вновь регистрируется по ним сообщение. И мы уже видим, уже знаем, где его искать, где он находился в прошлый раз, с кем он общается. То есть это уже какая-то такая выстраивается, да, вектор нахождения ребенка, да, где он может быть. Это склонные, так называемые, к бродяжничеству? Да, категория такая. Так и есть такая категория, да. А здесь, Анастасия, а вы здесь подключаетесь как-то к работе, или вы работаете непосредственно, когда пропадает подросток, то же самое? А, мой основной массив деятельности, это все-таки расследование против неполовой предосновенности детей. А, понятно. А в случае с безвести пропавшими, то есть когда уже детей находят, участие уже непосредственно в следственных действиях, то есть в опросах. Опросы, да? Но здесь тоже важно установить контакт же вам и с родителями, да? Профилактические мероприятия, они все равно существуют, поэтому все пропавшие сообщения, по которым поступают, они потом у нас встают на учет соответствующий. Это административная ответственность родителей, то есть привлекаются родители к административной ответственности, что вот они уходят, отсутствие контроля за ними, и, то есть автоматически уходит, то есть самовольно ушел, автоматически, значит, родители несут определенную ответственность. Да, да, конечно, да, такое существует. Наверное, все тут подключаются уже, и только криминалисты, да, поисковые, если уж ищут и те же самые волонтеры, да, и сотрудники полиции, МЧС, но здесь у вас же, если что-то связано с преступлением против несовершеннолетнего и сам несовершеннолетний совершил преступление, это уже подведомо следственному комитету? Да, правильно, да. Мы в взаимодействии с МЧС, мы осуществляем поиск безвести пропавших МЧС, полиции, волонтеров, то есть совместно, ну, следователь криминалистов, он координирует, так скажем, действия всей вот этой группы. А, то есть вы координатор в данной ситуации, да? В данной ситуации, да, по безвести пропавших, мы координируем работу всех вот этих участников поисковых мероприятий, то есть если это, неважно, это город, либо это загород, лесной массив, то есть разбивается участок местности, ну, предполагаем, да, что если где-то находится на сектора, на квадраты, и уже прочесывается местность, вот совместно с волонтерами, с сотрудниками МЧС, полиции, ну и с нами, соответственно. Но результат каков, Илья, в основном живые? В основном все, в основном все всегда живые, и, ну, то есть их находим всегда. Кстати, по взаимодействию, вот, коль вот Илья затронул эту тему, ведь существует, да, вам в помощь большую ДНК-лаборатория открытая, сравнительно недавно, которая открылась в региональном МВД, Вы как сотрудничаете с сотрудниками полиции и пользуетесь ли услугами ДНК-лаборатории? Ну, довольно-таки часто приходится, поскольку это вид экспертизы молекулярно-генетический, он дает практически стопроцентный результат совпадения при проведении экспертизы по крови, вот, в частности, по крови и иным другим биологическим объектам. И поэтому, чтобы уже доказательство было у нас однозначно верное, стопроцентное, грубо говоря, то обращаемся, именно назначаем экспертизы в это подразделение управления МВД Тверской области, это биологическая лаборатория, где проводят молекулярно-генетические экспертизы. Но Вы все-таки тут же одна упрежка, что называется, да? Ну, естественно, да, очень большая помощь и очень важный вид экспертиз исходит от этой лаборатории. Поэтому мы как бы, да, в едином целом, как бы, цель одна — достичь установления лица, совершившего преступление, и доказать его причастность. Соответственно, причастность мы доказываем теми следами, изъятыми с места происшествия, и которые мы направляем с экспертизой в генетическую лабораторию. Они, соответственно, нам дают заключение о причастности или непричастности лица. Также и по безвестному исчезновению ставят на учет генетически безвестно исчезнувших лиц генотип, местонахождение которых не установлено. А, вот, это генетический учет, да? Да, федеральная база данной генетической информации существует, в которую заносятся все выявленные генотипы, которые выявляются в ходе исследования следов крови, одежды, если касаемо потерпевших, да, предметов гигиены, там, зубные щетки, расчески и так далее. То есть лицо, если у нас не установлено, поставлен генотип на учет, и в последующем помогает идентифицировать лицо, если оно установлено и обнаружено у нас в виде трупа или скелетированных останков. Соответственно, проводим по костям останкам скелетированным генетическую экспертизу, также сравнительную экспертизу и сравниваем с тем генотипом, который у нас уже стоит. И устанавливаем лицо, ранее безвестно исчезнувшее, но уже со временем обнаруженное трупом. Вот это к нашему вопросу, телезрителям, крайне интересно. Вот вроде бы рассказываете о таких, ну, имеете дело с техническими, все равно характеристиками, да, с какими-то вот такими вот, с такими вот сточными молекулярными исследованиями, а все равно, ну, интересно, да? Вот, Алексей, интересно вам работать? Конечно, интересно. Да? Общение с людьми, установление контактов. Вы же по специальности не юрист, как его сам криминалист, вы психолог, так же, как Анастасия, да? Да, да. То есть я закончил военный вуз в Санкт-Петербурге, факультет морально-психологического обеспечения войска, гражданская специальность психолог. Вот я всегда знал, что буду работать в этом направлении, и вот работаю полиграфологом в отделе криминалистики. Это занимательно, интересно. Анастасия, вы знали когда-нибудь, думали, что вы попадете в Следственный комитет на работу, нет? До прошлого года нет, даже не задумывалась об этом. Это только в прошлом году вы, да, поступили на службу? Да. И как вам вот этот вот год? Захватывающий год. Захватывающий? Хотя вот вроде направление работы такое сложное с детьми-то. Но, опять же таки, это же, значит, ваше, да, общение с людьми? Ну, на психологический факультет я целенаправленно поступала. Угу. Все устраивается. Замечательно, что так интересно. Ребят, а вам, вот Илья, у вас опыт какой работы вообще в следствии? Девять лет. Девять лет, из них криминалистики? Три года почти. Три года. То есть, вот это нужно было шесть лет на земле, да, что называется? Да, совершенно верно. И как, не пожалели, что в криминалистику? Нет, очень нравится, очень, да, захватывающе. Захватывающе, ну, все, послушайте, все, просто, просто концерт. Есть какое-то направление любимое? Ну, без вести пропавшее я ими занимаюсь. Вот, и непосредственно это ваше, ваша специализация? Да, 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 направление моего, направление деятельности, так скажем. На душе как-то вот легче становится, когда все найдено человеком? Конечно, это моральное удовлетворение получаешь от проделанной работы, от того, что нашли, все здорово, живо, здорово, все хорошо. Вернули в семью, вот, поэтому очень нравится. Тогда ваш, буквально несколько слов, ваш совет нашим телезрителям и радиослушателям, что, как сделать, чтобы ребенок не уходил? Ну, внимательнее относиться к детям своим, вот, контролировать их, конечно, ну, и слушать и прислушиваться к их мнению всегда, всегда их защищать, не бросать, любить, соответственно. Психологический контакт наладить с ребенком, взаимопонимание за какое-то, чтобы было... Да, не давить, не давить. Были случаи, когда ребенок просто уходил из семьи, потому что он считал, что он не ударит. Ему становилось невыносимо как-то. Не хватит, либо не хватит внимания, либо, наоборот, чрезмерное внимание. У всех по-разному поводы для ухода, кто какое находит. Компромисс находить. Либо не нравится, да, как воспитывают, либо не нравится уж перероспитание какое-то идет, либо что-то не разрешают и так далее. То есть надо какой-то компромисс находить, стараться, по крайней мере, сейчас молодежь такая очень сложная, очень характерная. И считаю, что они могут себе позволить все, что они уже достигли определенного возраста и могут себе позволить просто так уйти. Эрнест, вы уже с опытом сколько лет вы в следствии? У меня уже в этом году в сентябре 17 лет было. 17 лет один из опытнейших сотрудников. Ваше короткое пожелание жителям региона? Пожелание. Беречь себя, родных и близких. Никого не убивать, никого не убивать. Следы остаются. Да, все равно следы остаются. Все равно ниточка приведет. Живите дружно, да. Уважаемые друзья, наш эфир подошел к концу. Я вас с праздником поздравляю. Поменьше вам работы, потому что ваша работа такая связана с горем и несчастьем наших уважаемых земляков. Пусть все будут живы и здоровы. Вы сами будьте здоровы. А, кстати, наше голосование. 64% наших телерадиослушателей верят в возможности современной криминалистики. Все впереди. Спасибо, до свидания. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам.